Ребятки, всем привет! Вы, как всегда, на канале Семьяны Чемоданы, с вами я, Славян. Мы сегодня в полном составе, друзья, мы отправляемся жить в кемпинг. Но забегая вперед, хочу сказать, что это не просто кемпинг. Это на самом деле такое место, про которое даже в отзывах пишут, что он превосходит отели 5 звезд. Короче, сегодня в этом выпуске мы туда заедем, проведем там несколько дней, все с вами там посмотрим. Выпуск будет нереально крутой. Досматривайте его до конца, чтобы ничего не пропустить, не перематывайте, ставьте лайки, пишите комментарии, друзья мои. Делайте репост в свои социальные сети и погнали в новый выпуск. Я уже говорил, что вообще в Армении есть единственный кемпинг. Ну, он не то, что единственный, мы уже находили кемпинги, но вот этот кемпинг единственный, который знают все валаферы, кто путешествует, ну, неважно, из какой-то страны. И еще у этого кемпинга отзывы там, его настолько хвалят, что это прям, знаете, лучше пятизвездочного отеля. Там, конечно, недешево стоять. Одна персона четыре тысячи драм стоит. Дети вроде не надо, а вот за взрослых надо. Вот, хотим туда сейчас заселиться и посмотреть, что за кемпинг. Впервые, да, у нас будет кемпинг в Армении, представляете, сделаем обзор. Там клевый, там и бассейн, короче, есть и кухни, и туалеты, и душевые, и стиралки, и все на высоте вообще. И там вот люди даже пишут, что вот такие кемпинги, типа, должны быть. Короче, поехали. Мы вот приехали, ждем, когда нас запустят. Нас же встретили. Единственный момент, знаете, какой? Что это иностранцы открыли. Поэтому здесь лютые отзывы. Мы припарковались. Блин, конечно, вообще прикольное место. Сразу вот понятно, что делают иностранцы. У тех, кого огромнейший опыт в плане создания кемпингов. Такая небольшая территория. Это вот для автодомов. Вот этот автодом мы видели в Грузии. Здесь, значит, большая зона для палаток. И наша зона будет вот здесь вот. Мы здесь поставим стол. Вот. Здесь вот ребята из Германии. Там можно жарить чашлычки. Беседка. Так, сейчас будем делать быстрые такие вот ром-туры, да. Вот такая зона палаточная. Здесь он сушиться можно. А вот еще даже зона палаток. О, как тут много палаток получается. Прикольно. Это, собственно, хозяйка этого кемпинга. Умывальник. Блин, как здорово. А, душ. Душ, да. О, окей. О, ага. Ты в Канг, Андрей? Да? А где ты? В Недлэнс. О, окей. Душ. Душ. Я думаю, что тебе нравится. Душ. Недлэнс. Здравствуйте, Рожжем-бареншку. А, это туалет. Ага, туалет. А, автоматик. А, автоматик. Окей? А, прямо туда можно. А, окей, окей. Нет, это не сливаться. Бумагу можно прямо бросать туда. Это прачка. Какая плачка. Какая плачка? Угу. Окей. Какая плачка? 500 грамм. 500 грамм. Ага, окей. 500 грамм, 8 килограмм. Окей. 8 килограмм. Уууу, и здесь, конечно, вообще. О, смех! Все. Вау! Да. Катусин! Кемпинг очень хорошо. Тише, Мирошка, не упади туда. Ну да, здесь, посмотрите, какая терраса. Вау. Пойдемте сюда, посмотрим на виды какие. Здесь вот терраса, здесь можно кушать. Вау. Слушайте, ну это вообще отвал башки. Посмотрите, какие виды. Ну вот это кемпинг, понимаете? А, окей. Окей, окей. Не лезь, говорю, это собачки. А, чекен ром. Оу. У нас есть кофе и тесто, соль, 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 соль и соль. И я купил в магазине. Все новое, вообще. Вот это да. Вот они умеют строить кемпинги, понимаете? Вот какая может быть квартира вообще после вот этого кемпинга. Ничего себе. У меня нет слов. В натуре. Ой, сюда можно наклейку было бы лупануть, но у нас нет. Так, ладно, пойдемте, нам там обзор делает. А давайте почему-то придумаем. Пошлите, пожалуйста. Настя, пойдемте. О, да. Слушайте, ну и зона такая, смотрите, как круто. Классно. Есть еще одно помещение. А, это еще кухня. А, это еще кухня. А, окей, окей. Еще одна комната с библиотекой. Тут можно сидеть, проводить классные вечера. Да. Так, пойдемте. И собака тоже поднимается. Да, и собака тоже, и все поднимаются. Смотрите, не вы на весике, все как аккуратненько. Супер, вот это да. А, еще кухня. А, нет, это нашу машину. Да. Ага. Да. Слушайте, ну, как вам кемпинг, обзор? Вообще, да, здесь, кстати, стоят вот немцы на мотоциклах. Немцы, вот это тоже немцы. Вот это, а, это что, Австрия, по-моему. Иранская машина плюс сейчас стоит. Хозяйка из Нидерланды. Да, хозяйка из Нидерланды. Вот, понимаете, какие кемпинги? Как там все ново. Вообще, у меня вообще нет слов. Как там все новенькое. Кухонки, сколько кухон. Вы прикиньте, какая забота. Вы видели эти туалеты, ребята? Это просто... У меня нет слов. Серьезно. Это невероятно. Ладно, мы сейчас будем все раскладываться. Нам нужно поесть. У нас здесь будет вот такая своя поляночка. Она говорит, что здесь может раскладываться. Здесь можно что-то пожарить. Нас жарить нечего. У нас тупо фарш. Вот, поэтому... Родик, подожди, пожалуйста, не тяни. Все готово. Две секунды делов. У нас ближайшая кухня здесь. Там нет плитки. Поэтому мы греем на своей. Будем сегодня готовить на вечер супец. Вот так вот. Кто впервые попал в наш канал, можете посмотреть, как мы здесь раскладываемся. Огромная кровать для ночевочки. Палатка на колесах. Вот так вот оставляем переднее место всегда. Здесь у нас чудо резиновое кресло. Видите, здесь осталось два кресла, три самоката. Зашториваемся и красота. Что, нашли? Да. Красавчики. А что вы еще не в бассейне? Потом уже завтра. Завтра уж пойдем сегодня. Да, будем завтра загорать и сейчас уж паться. Отдыхать. У нас почти готов ужин. Здесь пришел щенок. Не знаю, чей он. Местный или не местный. Ну, короче, он так играет с Мирошкой, что Мирошка аж плачет. Родик, Родик, аккуратненько. Ой, прикол. Оу, почти готов. Ну все, селим и ужинать с упцом. Вкусно, Мироша? Ням-ням. Ням-ням, мой маленький, да. Все, сейчас покушаем и, наверное, уже будем ложиться спать. А завтра мы будем, короче, как следует купаться. Челлаут у нас будет такой, да. Ну что же, друзья, у нас утро. Посмотрите, какое прекрасное сегодня утро. Кстати, вчера приехал этот дом, который занимал. Мы сегодня будем готовить на утро блины. Будем готовить не у нас, а будем готовить там на кухне. Я сейчас сходил, посмотрел, там есть абсолютно все приспособы, которые вообще нужны. Турки, кружки. Короче, ребят, на самом деле, сейчас мы с вами пойдем. Вчера, видите, мы залетели сюда так быстро-быстро-быстро. На эмоциях все показывали. А сегодня все будет с чувством, с толком, с расстановочкой. Вот, поэтому нам сейчас нужно взять продуктов. Муку, кофеек и отправляемся туда готовить. Чуть ранее уже упоминал островок. И прям, смотрите, как круто. Сегодня мы находимся в гостях у славяна, который будет готовить блины. Блин, вообще, короче, я просто, видишь, на сцене на тигре, я пробежался здесь, видишь, есть все. Чаечек, конфетки, сахар, старбаксовские кружечки. А, нет, да. Ну, какой-то крем. Да, водичка. Здесь вот такие огромные, борщ можно сварить. Заехал, сразу борщ себе сварил. На неделю. На неделю, да. Здесь абсолютно есть вся посуда, но здесь есть эти даже миксеры. Блин, ну кое-что круто. Здесь даже есть нервные весы. Круто. Мираж, возьми кружечку, пожалуйста. Да, это подход, конечно. Четыре холодильника, да. Нужно понимать, за что ты платишь. Да, и когда ты платишь, прикиньте, вот стоит, грубо говоря, наши деньги 2000 за сутки. На нас двоих снасенка, то есть человек 1000 стоит. Это круто. Так, а вот, кстати, прайс. От 10 дети платные, уже 2000 грамм будут. Но особенно клево готовить вот с таким видом. Когда семья такая большая, то блины готовятся вот из такого чана и на трех сковородках. Здесь сделаем фарш, здесь будем запекать блины. Так, подсветочка и немножко вытяжка. Все, красота. Принесли свою плитку, потому что наша сковородка не подходит под эту плитку. Просто вообще не хочет прям с ней работать. Кое-как получаются блины, молоко непонятное, тесто какое-то странненькое получилось. Короче, не блины какие-то, а лепехи. Но, тем не менее, вкусно. Дети вон уже уселись. Сейчас будем завтракать. Детвора у нас решила кушать здесь, а мы пойдем кушать с прекрасным видом. Опа. А здесь, кстати, у них еще парковка. Дальше дома, да, есть вот большая загруженность, там вот уже можно вставать. Клево. Ну там, кстати, вид вообще крутой. Но там всегда солнце. Да? Да. Ладно, приятного аппетита. Конечно, вкусные продукты, все вкусное. Кофеек. Давай. Дзинь-дзинь. За Армению. За, наконец-то, кемпинг в Армении. За первый кемпинг в Армении. Спустя сколько времени, да? На Пекли-то мы много блинов, короче. Все не съели. В итоге тут парни сидят все с разных стран. Родики мы отнес. Стоп, говорит, нате. Рашин блин, говорит. Парни здесь катаются. Темка вообще прогрессирует в самокате. Давай, Тема, запечатлю падение. Вот это да. Чтобы вы понимали высоту. Ну-ка, встань здесь рядом. Вот так вот. Почти его рост, и вот он скачет. А что-то боялся, боялся, потому что он спрыгнет. Не понимаю, как это произошло. Стасается. Мы, короче, позавтракали. Все классно. Жара. Поэтому идем сейчас купаться. Я вон беру с собой целый портфель, потому что там техника. Будут сидеть работать. Дети будут купаться. Вон, банда готова, да? Ой, Мироша, у тебя что за труселя такие? Купатели. Правильно, вдруг обосраться сделаешь, да? Мироша, 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 Мироша. Понятно. Продинамил отца. Долго собираетесь, пацаны? Капа, куда чеб? А что вы так долго собираетесь? А, парни? Да, папа такой. Так, стойте. Холодненькая. Холодненькая? Серьезно? Да, ой, как же мы пройдем. Давай, пап, ныряй! Иди! 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 Вот это хорошо! Да, класс! Бассейн с таким видом, это, конечно, вообще чума. Опа! А Мирошка пока не решается залезть. Просто валяется с игрушками. Блин, какой здесь вид. Вообще. Друзья мои, работать вот с таким вот прекрасным видом, это, конечно, особо удовольствие. Детки там бегают, на съемке сейчас тоже пойдут купаться. Здесь вот наша парковочка. Блин, очень круто, конечно. Сейчас чуть позже полетаем. Сейчас только дрон заряжу и полетим. Покажу вам это все дело сверху. Субтитры сделал DimaTorzok. Мы решили с Родиончиком прогуляться по деревне, но посмотреть, если здесь магазин, можно каких-то фруктов купить. У нас здесь прямо вот с нашего дома на колесиках растет слива, но она, к сожалению, пока не спелая. Грецкий орех растет, но он, к сожалению, пока не спелый, поэтому надо... И виноград растет. Да, кстати, а виноград уже, по-моему, спеленький. Расположение, конечно, тоже очень удобное. Надо еще будет построить маршрут до Еревана, посмотреть, сколько до Еревана. Вообще, конечно, вот в этом кемпинге жить можно. Бассейн есть, природа. Рядом с кемпингом женщина продает овощи, фрукты. Буквально в 30 метрах продуктовый магазин. Виды потрясающие. Комаров нет. Классно? Да. Остаемся жить? Да. Не, а что, вот представляете, да? Стоит, если на одного человека, допустим, рассчитать, да, стоит 1000 рублей на наши деньги, да, если мы переводим. Ну, мне кажется, вообще круто. У вас все есть, душевые, туалеты, да, стирка еще стоит дополнительно 500 драм, это, ну, типа 130 рублей. Ну, классно, классно. Живешь в природе, особенно там удаленчиком. Вообще красота. Да, у них еще есть номера, можно номера снимать, не в палатке жить, не в машине, а номера снимать. Ну, про номера не знаю, нас они как бы вообще не интересуют. Вот, плюс они, здесь в основном останавливаются европейцы. Купил я, значит, вишневое вино, и вот сейчас носусь здесь девчонкам вино. Вот такой у них обед. Плохой пример, но все же. Я пока сижу смонтирую новый выпуск вот с таким прекрасным видом. Все мои сидят там вот за столом, с иностранцами общаются через переводчик. Плюс там здесь есть девушка у нее, муж австрийец, она из России, у нее родители живут в Карелии. Вот они там переводят часть через переводчик, часть через ее она помогает. Короче, круто. Здесь, короче, мужик еще отдыхает, он срано. Он все равно, он не знает английский, и вообще непонятно, на каком языке с ним общаться. Она знает английский, немецкий, русский, да, она из России, Полина. Я скажу, мы не знаем вообще, как с ним общаться. Через переводчик сейчас общаются, а потом нам какой-то фильм говорит, что это русский, а мы что-то понять не можем, нам кажется, что это не русский фильм, а французский. Говорит, как мы все сгорели, короче. Опять. Вообще, потому что высоко в горах. Ужин у нас уже не за горами, и представляете, к нам приплыла форель. Как приплыла? Вот Полина, девушка, у которой муж европейца, они купили, короче, форель, две больших, а никто не хочет. Поэтому у нас здесь есть мангал. Мы сейчас как-нибудь все это дело аккуратно сделаем. Часть отодвинем, свой уголь закинем, и, наверное, будем жарить. У нас получается мангальная зона прямо возле нас. Здесь есть мангал и такое вот место, где можно разводить костер и собираться на пеньках сидеть. Достаточно прикольно. Уголь нашел в машине. Получается, что пол-дела уже сделано. Осталось только здесь все разгребсти. Продолжение следует... Продолжение следует... Забрал я рыбу. Здесь, по ощущениям, килограмма два с половиной, три, наверное, форельки. Прям красная-красная внутри. Также мне еще соседи дали решетку, так как мы свою выкинули, до сих пор не купили. Сейчас нужно обжечь только ее. И можно будет скоро запускать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Да, форельки, конечно, вообще огромные просто. Моя ладонь, офигеть вообще. И вон, видите, человек говорит, прям красные. У нас все готово. Все, пойдемте за стол. Гарнир даже не стали делать, просто салатик. Сейчас там большой компанией со всеми европейцами за большим столом будем есть. Значит, такой вот прекрасный ужин в большой компании. Вот это, ребята, рыбенцы. Я просто невероятный. Блин, такая получилась сочная, вот как надо. Прям все попробовали, просто офигели. Я не знаю, в чем был секрет. Не поделюсь с ним с вами, потому что я так и не понял. Не знаю, какое-то чудо, наверное. Здесь такая, типа, летняя кухня. Тут нет холодильника, нет духовки. Ну, есть чайник, раковина. Мы вот чайничек поставили, вот так вот, смотрите, там такое небо красивое. Фонарик где-то месяц. Дети смотрят фильм «Доктор Дуритал 4» уже, а эта девочка из Германии. Целый день сегодня играют и как-то объясняются какими-то своими языками. У нас утром мы снова начинаем на кухне с наипрекраснейшим видом. Смотрите, как красота на горы, правильно. Сегодня Настенка нас побалует и сделает нам сырники. Сейчас кто-то напишет, что это было в ствол. Вон, с товарожечком, со сметанкой. Ну, слушай, примерно такого формата себе кухня, да, вот такую, просторную? Да, без отачи шкафов на весны? Да. Клево же. У них просто вода и сидишь как много, это как-то шутых вот. Но. Нет, островок это круто. Но опять-таки, вот опять островок и без розеток, так странно. Потому что мне их не нравились. Сненка пока готовит. Дети уже в ожидании чудо, как говорится. Здесь такая прикольная кухня, видите, стульчики какие. Они занимают по своим любимым цветам. А еще есть камин. Вечерами собираться здесь, да, Мироша? О, какая вкуснота. Дети. Я, Дим. Тебе, да. И небольшое уточнение для особых шестеренок в голове. Им не по одному сырнику, мы им еще положим. Поэтому не переживать за наших детей, а они голодными не остаются. Здесь, видите, еще готовится партия. Им обязательно положа. Я же рассказывал про чувака здесь. Вот он на Логане, иранские номера. Он с Ирана. Короче, Носенка мыла абрикосы домашние. И он угостил иранскими финиками. Вот прям напрямую, да? Очень вкусно. И Носенка ему показала, как мы делаем вот такие конфеты, финик и грязь ореха. Полине тоже понравилось. Я дала пробовать. Да? Да, сочетание. Это наше любимое. Да. Вообще, финики как будто другие. Везумно вкусные. Прикиньте, они вообще как будто другие. Мы обычно всегда берем иранские, но вот этого вообще вкусно другой. Мне кажется, Аняш, тайно, очень свежий. К нам все равно везут они уже как подсушенные чуть-чуть, да? Мы верите, да. Шикарные вообще. Сегодня еще будем заниматься стиркой. Покажу, как здесь в кемпинге это все дело организовано. Вот тазы у них стоят прям в прачке. Очень много тазов. Можно спокойно брать. Местный вайп. Да, парни? Каждодневный. Каждодневный, ага. Вот когда приезжаешь в крутое место, уезжать вообще не хочется. Так, короче, вот так здесь все устроено. Машинка. Вот они, тазы, прищепки, порошок, куча сушилок. 8 килограмм. Единственное, что на весь кемпинг одна машинка. Мне кажется, конечно, это маловато. Блин, у нас здесь такой мощный челлаут происходит. Просто невероятно. Мы, короче, отрабатываем все навыки ныряния. Да, парни? Всему, чему научились с видом на горы Армении. Нет, это не так. Ну, теперь дело за малым. Вот с таким прекрасным видом. Развешиваем. Такой классный. Сумички, бутынка. Да, сейчас все, буквально несколько минут. И красота. У нас уже дело к закату. Там готовим уже ужин. По-прежнему прекрасная обстановка. Там, кстати, уже почти луна. Дети где-то бегают от маленького щеночка. Гоняет щенок всех куриц, петухов и всех детей этого кемпинга. Сегодня ужинаем крайний раз с этим наипрекраснейшим. Просто видами, конечно же, этому кемпингу, ребятки, хочется в заключение нашего здесь отдыха поставить, не знаю, десятку по пятибалльной шкале просто. Парковок у них очень много, места вообще хватит всем. Смотрите, какая красота. У нас в этом кемпинге останется только два дела. Это залить баки. Это значит слить унитаз, завтра позавтракать. И еще, кстати, третье дело. Здесь доска, которую я показывал. Здесь все наклейки лепят. Вот. Даже есть ребята питерские с нашей тусовкой в Алаферской. Вот мы с ними стояли в Турции на этом. Как они? На козочках, короче. И нам надо тоже что-нибудь придумать, как нам здесь промаркироваться. Потому что маркером не совсем хочется. Можешь как-то наклейку придумать. С утра нужно решить сразу ряд вопросов. Это слить нашего дружка. Здесь есть отдельная яма. И баки наполнить. Здесь тоже. Вот этот вот длиннющий шланг. Сейчас попробую его сюда дотянуть. О, красота. Получилось дотащить. Сейчас будем включать. Ну и, собственно, вот такая здесь дырка, куда нужно все сливать. Немножко вам романтики, дай. Вот так все делается. Все очень просто. Ни с чем не соприкасаешься. Просто держишь. Все баки полные. Все набрано. Осталось только превратить. Превратить вот это все дело в машину, чтобы можно было передвигаться. Все, давайте, 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 прыгайте. Мы оплатили кемпинг. За три ночи вышло 24 тысячи драм. Нам еще подарили вот такой магнитик. Но в любом случае мы сюда вернемся, потому что это в Ереване, походу, будет какая-то у нас база. Все, ребятки, мы уже за воротами. На этом можно завершать данный видеоролик. Вот так вот мы отдохнули в кемпинге. Но это реально отдых, потому что найкрутейший просто кемпинг. Блин, ребятки, кто занимается кемпингами, ну, как говорится, берите пример. Это действительно был отдых, несмотря на то, что мы снимали, вам показывали, монтировали, продолжали работать. Это было потрясающе. Но в любом случае мы сюда вернемся, потому что ничего лучшего здесь в любом случае нет. И это недалеко от Еревана. Ставьте лайки этому выпуску, если не поставили в самом начале. Пишите комментарии, делайте репосты, пусть все узнают про этот кемпинг. Делаем им такую рекламу, потому что, ну, это важно, помогать друг другу развиваться. А тем более такому месту, как у них. Ну, а кто нас хочет конкретно поддержать, ребятки, здесь я оставляю. Будем безумно благодарны. Все, отправляемся мы дальше. Ну, а с вами увидимся уже в следующем видеоролике. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok